Сегодня заместитель главы города Дмитрий Терентьев, директор Треста водоканал Владимир Ефимов и глава Орджоникидзовского района Петр Гес встретились с жителями Левобережья и обсудили вопросы водоснабжения. Проблеме низкого качества воды в районах и поселках Левого берега много лет. Ситуация связана с повышенным содержанием железа и марганца в отдельных скважинах Верхнекизельского водозабора, а также с состоянием труб водопровода Левобережья, введенного в эксплуатацию почти 55 лет назад. Стальные трубы без внутреннего покрытия сильно изношены и покрыты железистыми отложениями. При изменении режима подачи воды этот осадок поднимается и ухудшает качество воды, подаваемой потребителем. Водоканал проводит работы по решению данной проблемы. Так, за период с 2009 по 2015 год был проведен ремонт и замена на полиэтиленовые 51 километра труб, в том числе 2 километра Корадырского водовода. В минувшем и начале этого года была завершена работа по строительству трех насосных станций на Верхнекизельском водозаборе. Выполнена промывка 5 километров Корадырского водовода, ремонт запорной арматуры и замена 4 километров уличных сетей, а также частично выведены из работы шесть скважин с повышенным содержанием железа. Дело сдвинулось с мертвой точки благодаря личной договоренности главы города Виталия Бахметьева с руководством ОАО ММК, о прокладке водовода с 10-й насосной станции, где вода гораздо лучшего качества, по территории градообразующего предприятия. С 2015 года наконец-таки достигнута договоренность о совместных действиях муниципальных предприятий и акционерного общества Магнитогорский металлургический комбинат для проведения ряда мероприятий, для проведения работ, которые, надеемся, приведут к улучшению качества пожарно-питьевой воды. Прокладку труб по своей территории металлургический комбинат осуществит самостоятельно и на свои средства. До его территории водовод город будет тянуть своими силами. При этом Трестводоканал планирует довести количество воды, качаемой с кородыра, до минимума. Параллельно будет расширяться ветка, идущая с 10-й насосной станции. Таким образом, к осени жители большей части левого берега смогут получить долгожданную чистую воду.